С вами Малик и мы продолжаем с вами изучение суры Аль-Фатиха. Подписывайтесь, делитесь, ставьте напоминание о следующих уроках и прямых эфирах. Вначале получите много пользы. Мы продолжаем с вами изучение суры Аль-Фатиха и четвертого аята. Мы на прошлом уроке начали с вами изучать слова из четвертого аята. Взяли слово Малики и переходим к следующему слову. Это слово Яуми. Итак, Яуми. Первая буква в этом слове это буква Я. Мы видим две точки снизу и сверху Фатха. То есть мы читаем это как Я. На что нужно обратить внимание? Во-первых, при произношении этой буквы у нас задействуется середина языка. Середина языка, то есть Махураджу. Харф Илья это середина языка. При этом середина языка, если вы внимательно поразмыслите и ощутите, как вы произносите, иншала, если вы это делаете правильно. При этом середина языка поднимается и края середины языка, то есть боковые стороны середины языка, они поднимаются выше и касаются верхних коренных зубов. И здесь нужно именно вот это касание отрегулировать таким образом, чтобы оно не было ни чрезмерным, ни недостаточным. То есть ни туда, ни туда не склонялось. Потому что если сильно нажать, Я, 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 то есть звук теряет, эта буква теряет свои характеристики. Если не нажимать, Я, 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 то есть то же самое изменение есть. Значит, регулируем силу нажатия. Плюс естественное открытие остается у нас при начинании, как мы начинаем, естественное открытие отта остается. Я, Я. Обратите внимание, что кончик языка у вас, язык, вот кончик языка опущен вниз, да? Я, Я, Я. Это Я с Фатхай. Буква мягкая, на ней нужно говорить Я, 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 твердо. Направляем звук вперед, чтобы он спокойно выходил. Следующая это буква УАУ. УАУ линия или мягкая УАУ. И СУКУН. Если мы посмотрим на эту букву, мы видим, что, во-первых, над ней СУКУН. Да, СУКУН в виде головки от буквы Х. Это СУКУН, как ранее уже в предыдущих уроках уже я говорила, говорит о том, что буква читается согласно Ямахурую, сетатам, определенным характеристикам. Да, то есть это не долгий, хотя УАУ может быть и долгим, да, в некоторых позициях. Здесь это говорит, что это не долгий харф, и он имеет махрадж, конкретный махрадж, и это губы. Это губы. Но из-за того, что перед этой буквой стоит ФАТХА, а она имеет СУКУН, она называется такие буквы харф-лийн. Харф-лийн, то есть буква, она отличается тем, что у нее есть сифа лин, то есть мягкость, легкость, да, то есть скорее это будет точнее сказать легкость при произношении. То есть мы ее нажимаем на махрадж более плавно и легко, чем если бы эта буква, например, приходила с огласовкой, да, например, УА, УИ. И здесь одно нажатие, АУ, АУ. Если нажать сильно, то получается такой звук, АУ, 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 да, то есть очень интенсивный. А она более плавная, мягкая, нежная, такая легкая в произношении. И вытягиваем губы, при этом вытягиваем их умеренно и гармонично, каждая губа одинаково, да, то есть они сжимаются одинаково со всех сторон, и нижняя губа, и верхняя, при этом вот эта дырочка, которая образуется, она должна быть, в принципе, которая между губами образуется, да, и мы не сжимаем сильно, потому что если сжать, звук просто не выйдет, не будет ему места выхода. Ел, 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 да, и произносим, даем время, то есть не нужно говорить ел, ел, это очень быстро. Ел, даем ей время, чтобы ее услышали, при этом не перетягиваем, конечно. Да, то есть это у нас вот такие особенности с этой буквой, которые следует учитывать. Далее идет мим с кастрой. Мим, да, это у нас уже было, мими было с кастрой, и вы помните или думаете те особенности, которые с ней были связаны. Ну вот. Это, в принципе, все, что я хотела сказать по этому слову. Единственное, что можно добавить, то, как мы на него остановимся. Да, если мы будем останавливаться, чуть-чуть Ахтам изменится. Ну, это не место остановки, поэтому мы на этом не будем сейчас концентрироваться, потому что здесь есть фоком определенный мэд... Харфелин, он превращается в харфельмэд, или называется мэддэлин, да, аэридлиссукон, то есть при остановке. Ну, так как мы здесь не будем останавливаться, сейчас не будем об этой теме говорить. Итак, мы заканчиваем с вами это слово, и произносится оно... Яуми, 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 Малик, Яуми. Баракаллаху фейкум. С вами была Уммали. Не забывайте подписываться, ставить напоминания, писать ваши вопросы, пожелания. И встретимся на следующем уроке. Ас-саляму алейкум. Ва рахматулаги. Ва баракят.